Попутчик Не утвержденный, хорошо Он только обсуждался на правительстве Москвы Заодно и поговорим о том, насколько все это у нас Доработают, к лету вынесут на Московскую городскую думу Мы еще будем официально в Московской думе обсуждать И хорошо, если через год он будет принят Вопрос, который мы будем сегодня обсуждать Касается далеко не только жителей города Москвы Потому что помним всю эту забавную ситуацию, наверное Когда кто-то из региональных глав похвастался, что у него в городе тоже есть пробки То есть с каждым годом все больше и большее количество городов Будет на своем опыте понимать, что такое печальное состояние города Когда он стоит, он завязан Невозможно доехать из точки А в точку Б никаким образом Сейчас как раз у нас начинается новогодняя истерика Когда город уже завязывается к вечеру И чем дальше к Новому году, чем ближе Тем больше будет проблем с передвижением Так что я думаю, как никогда актуален разговор про пробки Сегодня как раз такие дни Ну и я напомню нашим зрителям, что у нас с недавнего времени появилась Появилась такая возможность отправить свое сообщение По теме, которую мы обсуждаем Для того, чтобы отправить свой вопрос гостям в виде смс Пришлите текст смс-сообщения в таком формате АП пробил дальше вопрос На номера такие Россия это 55,2,7 Украина 46,47 И Казахстан 70,99 Единственное, что обращаю ваше внимание на то, что Это услуга платная, а ее стоимость можно узнать Либо на нашем сайте www.autoplastv.com Либо у вашего оператора Ну, у вашего мобильного оператора А мы пока начнем говорить о том Он не утвержден, этот план Пока Нет, но самое время поговорить об этом плане Потому что, как я уже сказал Он обсуждался на правительстве Москвы Генеральный план развития города И как раз сейчас время обсуждения, осмысления, предложений Споров, может быть, на эту тему Ну, время, когда еще что-то не поздно изменить Давайте мы пока еще не поздно поговорим Как раз с нашими зрителями Посмотрим, может быть, у них есть какие-то предложения Пожелания или вопросы У нас есть звонок Здравствуйте, вы в эфире Здравствуйте, Светлана, Москва Очень приятно, Светлана Реконструкция Крестовского моста Сколько будет длиться И что делать с этой личной пробкой, которая образовалась Спасибо Светлана, как я вас понимаю Потому что мы тоже с этой пробкой страны Я сам три созыва был депутатом по Северо-Востоку И это ключевой пункт въезда по проспекту Мира на Ярославку Но делать нечего, придется потерпеть Потому что все понимают, что эту развязку нужно строить Иначе она все равно является узким горлышком При въезде с Северо-Востока в Центральный округ И надо прокол там делать Ну вот обещают, что не больше двух лет, наверное Может быть, даже быстрее справиться Это связано с тем, что, к сожалению Ну, это понятно, что невозможно перекрыть движение по проспекту Мира Приходится треть, треть и треть делать Так, может быть, быстрее справились бы за год, допустим Но делают треть, потом треть, потом треть Потому что стоит же не только проспект Мира Стоят все параллельные улицы Ну, я прекрасно знаю Только что ехали по Шереметьска Сейчас добрались очень хорошо В сторону Останкина И было все нормально Движение рабочих Работая в Останкину, понимаешь, как изменилось движение С началом ремонта вот этого Крестовского путепровода То есть все встало вообще С утра в город проехать невозможно Это, я думаю, что как раз Начиная разговор о том, как будет решаться проблема Транспортная города Москвы до 2025 года Это разговор о том, что многим автомобилистам Придется сделать сознательный выход На самом деле я бы сказал, что сейчас ширина движения Такая же, как была до предыдущей реконструкции Когда с Крестовского путепровода убрали трамвай Сейчас вот при условии реконструкции Ровно такая ширина движения Но автомобилей стало гораздо больше Движение изменилось существенно Все-таки реконструкция, она приводит к лучшим результатам И надо подумать об этом Но только надо потерпеть, что называется Хорошо, мы начали говорить о том, что план не утвержден И сейчас самое время, когда что-то можно изменить, что-то можно добавить Какие-то вещи Сразу возникает вопрос План реконструкции Москвы до 2025 года Из каких соображений он создавался? Потому что, в принципе, есть две полярные точки Есть одна ситуация, когда мы понимаем Что мы решим абсолютно все транспортные проблемы к 2025 году Мы построим такое количество дорог Что слово пробка, это будет только учебником из новейшей истории И другой вопрос, что есть некие бюджетные средства Которые, может быть, и большие, но тем не менее ограниченные К чему склонялись при разработке этого плана? К тому, чтобы максимально построить все, что можно Или чтобы все-таки уложиться в некий ограниченный бюджет? Во-первых, это актуализированный генеральный план То есть первый вариант нынешнего генерального плана Мы принимали 10 лет назад, его разрабатывали Мы принимали его в конце 90-х годов И тогда уже была проделана с 90-х годов большая работа По созданию нового генерального плана Сейчас, через 10 лет, актуализация То есть обновление То есть с учетом реалий, которые накопились С учетом бюджетных возможностей Все это просчитывается Уже теперь не до 2020 До 2025 года И мы смотрим еще и Выполнение этого плана По каким параметрам мы идем По тому плану По каким параметрам опережаем По каким параметрам мы отстаем Это касается всех сфер И социальные сферы, и городского хозяйства И, естественно, транспортно-дорожные Если говорить по прошлой ситуации Как выглядит ситуация с прошлым генеральным планом? По каким показателям? Мы имеем в виду только дорожную ситуацию Транспортную, скажем так Не дорожную, а транспортную По каким показателям его удалось перевыполнить? По каким просто реализовать? А по каким мы отстали? Или не проводилось? К сожалению, по этой теме Мы по большинству показателей Отстали Не дотягиваем Даже до того, что было запланировано? Ну, в общем До того, что хотелось бы иметь Потому что и по дорожно-транспортному строительству К сожалению Нам ограничили федеральными законами Территориальный дорожный фонд Когда планировался генеральный план Как раз Тогда исходили из того Что достаточно большой территориальный дорожный фонд И можно это использовать Как раз в конце 90-х В начале 2000-х годов Была такая ситуация Когда уменьшились расходы На дорожно-транспортное строительство Но это как бы С точки зрения нас, москвичей Потому что эти же деньги Были брошены на развитие всей России Потому что мы понимаем Что исходя из российских приоритетов Наверное, как страны Необходимо обязательно строить дорогу От Читы до Дальнего Востока До Хабаровска То, где сейчас направление сплошное То есть мы потому что говорим Что Дальний Восток Он нашинский Как это Приехать туда на машине нельзя Приехать туда на машине нельзя Наверное, туда деньги надо направить Но с точки зрения москвичей Направление денег туда Никак там у нас транспортную ситуацию не решает Это я так Условно говоря В качестве такого примера живого Но потом С точки зрения Гаражного строительства Конечно Хотя и народный гараж Но все-таки Программа развивается в Москве Но все-таки Гаражи дороже Чем можно Пока купить И Ну не так давно Квартиры стоили чуть дешевле Чем сейчас стоят гаражи Не так давно Может быть я утрирую Но в начале 2000-х годов Поэтому все-таки На улицах стоят у нас Автомобили Не все В подземных Надземных Многоэтажных гаражах Конечно же Общественный транспорт В первую очередь Метрополитен Из-за того Что федеральное финансирование Фактически Прекратилось Раньше в советские времена Финансирование было Практически полностью Союзное Республиканское Вот так Такое Можно сказать Не городское Теперь С точностью Да наоборот Только 10% Планируется Тратить Республиканских Федеральных Средств А Московских Городских Только Вернее 90% Понятно Давайте тогда Будем Переходить Уже К разработке Того Что будет Меняться По плану Не раз Не два Мы говорили В нашей студии Но я не имею Ду Именно с вами О том Что Сегодня По нормам Строительства Новых центров Торговых Бизнес-центров Жилых комплексов Предполагается Что это Жилой Торговый Бизнес-центр Должен Располагать Парковочными Местами Для своих Жильцов Сотрудников Или посетителей Таким образом Чтобы они Не создавали Коллапса Для проезжающих В этом районе Машин И Сегодня Городская Власть Не утверждает Ни одного Из проектов Который Не предусматривает Куда все машины Которые приезжают Будут прятаться На практике Может быть Это и так Но тем не менее Мы понимаем Что открывается Какой-то новый Торговый комплекс И сразу же Движение По магистрали Мимо него Просто останавливается Вот недавняя ситуация Я думаю Что для москвичей Она понятна Это торговый комплекс Построенный Недалеко от Киевского вокзала Рядом Движение Там стоит Даже поздно Вы правильно сказали Что с одной стороны Учитывается Количество Парковочных мест И В Торговом Комплексе Около Киевского вокзала Есть парковка Верхняя Это учтено Количество мест Но Еще и Количество машин Подъезжающих Разворачивающих Тоже гораздо больше Транспортная ситуация Ухудшается Тем более Это вот Такая Магистраль Драгониловская Не самое Как бы Пустеющее Там движения Движение Большое Садового кольца В сторону Кутузовского Тем более Что еще И развязка С Кутузовским Тоже выезд Еще это Все-таки Правительственная трасса Тоже Откладывает Отпечаток Поэтому Конечно Нужно Дальше Решать Транспортную ситуацию Комплексно То есть Самое Главное Что можно сказать О решении Транспортной проблемы Это Комплексность Какой-то одной Мы не решим То есть Нужно И строить Новые магистрали Как Тублеры Так и Кольца Четвертое Транспортное кольцо Нужно Строить Развязки Нужно Привлекать Инвесторов Для Решения Транспортных Проблем Мы как-то С вами Говорили По проекту Штрассенхаус Там Принимаются Новые решения Для того Чтобы проект Развивался Так конечно Нужно решать И парковочные Проблемы Стояночные Проблемы С гаражами И естественно Решать Общественный транспорт Развивать О чем мы начали С вами говорить И все это Только в комплексе Может дать решение Проблемы Более того Мы не можем Это решать Как мы с вами Прекрасно понимаем В пределах Только одной Москвы По нашему Московскому Генеральному плану Потому что Рядом Область Субъект Федерации Другой Но ездят Те же люди Москвичи Жители Московской Области Наши гости И транзитный Транспорт Который Тоже Одним и тем же Дорогам Широкими Не были Дороги В Москве Они выезжают За МКАД Если они Превращаются В двухполосную Или заметную Дорожку То понятно Что будут Пробки Совершенно верно Это решение И другого Субъекта Федерации Московской Области Развитие Транспортной Схемы Московской Области Это и федеральные Трассы На которые Тратятся Федеральные Деньги Или деньги Инвесторов Если такое Будет предполагаться Такие трассы Как Москва Санкт-Петербург И другие Магистрали Платная дорога Скоростная Это же федеральный проект Понятно Когда мы говорили О том Что Именно не мы С вами А вообще Когда обсуждали Как будет Меняться движение В Москве Все понимают Что то Что сейчас происходит Это само по себе Уже ужасно Уже ездить невозможно А дальше будет Только хуже Причем это Не вызывает Никаких сомнений Что дальше Ситуация будет Только ухудшаться И говорили о том Что решать Транспортные проблемы В любом случае Нужно Прибегали К примерам Разных городов Разных стран И разных государств Как где решали Транспортную проблему Как где развязывали Транспортные потоки И Лондон фигурировал И Таиланд И что то Что то еще Вот тот генеральный план Который сейчас Еще пока не утвержден Но обсуждается Для Москвы Можно ли сказать Что он Тяготеет К какому-то Из существующих Мировых примеров Решения транспортных проблем Генеральный план Как мы уже сказали Тяготеет К комплексному Решению проблемы Ну понятно Я думаю Что ни в Лондоне Ни в Таиланде Это тоже не решали Однобок Вот только так Сейчас можно сказать Что на ближайшее время Платного въезда В центр города Как сказал Юрий Михайлович Лужков Вводиться не будет Это понятно Потому что Мы пока еще С точки зрения Комплекса Решения проблемы К этому еще не готовы То есть Нету Достаточного развития Общественного транспорта Нету Транспортно-пересадочных узлов И стоянок Которые могли бы Обеспечить Вот если Не хочешь въезжать Пользуясь Общественным транспортом Это будет более комфортно Так мы сказать Пока не можем Поэтому Перейти резко На такую систему Мы не можем Другое дело Конечно Такие варианты Продумывались Просчитывались Еще год назад Мы вместе С законодательным Собранием Санкт-Петербурга Проводили В Петербурге Конференцию По которой Сравнивали Возможности Мегаполиса Сравнивали Возможные схемы Введения Платных Въездов Считали В Санкт-Петербурге Такие возможности Там И экономико-математический Институт В Петербурге По-моему Это гораздо сложнее Сделать Чем в Москве Потому что В Москве Все такие кольцевые дороги Они такую схему Просчитывали тоже И Выдвигали Предложения Проекты Проблемы Во всяком случае Обострили обсуждение Для того Чтобы можно было Просчитать разные варианты Поэтому Пришли к выводу Что пока просто Не готовы Пока Вопрос был только Поставлен еще Для того Чтобы можно было Прорабатывать И продумать Ясно Что в ближайшее время Этого пока не будет Вот так как в Лондоне Но отдаленные перспективы Эта жизнь покажет Думать надо Просчитывать Все самые разные варианты И самое главное Что они Должны Производить Согласован То есть Общественное мнение Должно дозреть До такого решения Проблемы Понятно Ну переходим Еще к одному вопросу Касаясь Прошлого генерального плана Который Вот сейчас Актуализировали Его создатели Вряд ли предполагали Такую ситуацию Которая сейчас Происходит у нас На автомобильном рынке Фантастический рост Продаж новых автомобилей То есть парк Увеличивается Там на 50 На 60 На 70 процентов Каждый год Вряд ли кто мог Всерьез предположить Что такими темпами Будут развиваться У нас Автомобильные продажи И вряд ли План предполагал Что надо говорить О таком количестве Я бы сказал что создатели Советского еще Генерального плана Этого не предполагали Ну естественно Создатели вот генерального плана 90-е годы Уже конечно Видели такой рост Автомобилизации Но просто Как раз Именно транспортную Инфраструктуру Невозможно В отличие даже от того Жилищного строительства Хотя тоже там Жилья не хватает Нарастить такими Быстрыми темпами Потому что Строительство Автомагистрали Развязок Это как мы с вами Говорили И требующее Больших бюджетных средств Ну и требующее Временных Временных затрат И естественно Это подготовка Всей инфраструктуры Перемещения Инженерных коммуникаций Это и согласование Вопросов с переселением Жителей Если допустим Это задевает Как-то проходящие Магистрали Какие-то дома Которые может быть И ветхие И требуют сноса Но это все равно И жилищное строительство Для того чтобы Переселить этих жителей Которые на пути Магистрали живут Понятно Ну хорошо Сейчас мы тогда Продолжим наше обсуждение А пока пообщаемся С нашими зрителями Здравствуйте Вы в эфире Добрый день Добрый Меня зовут Александр Я из Санкт-Петербурга Очень приятно Александр Слушаем вас Значит вот вопросик такой Собственно говоря Вопрос Мне кажется Что Не кажется ли Вот Вам что Вот эти бесплатные Въезд в Петербург Это будет лишь на руку Только Различным чиновникам Администрации Их лицам Их обслуживающих Прочих Лицам Которые к этому Кругу А Остальным лицам Которые Населению Остальному Этот платный Платный Только лишь будет Оплачивать Их Функционирование Так сказать Вот И моя такая позиция Мы пока не говорим О Введении Платного Въезда Я понимаю Пока еще не в одном из городов Мы обсуждаем Вариант решения Проблемы Вот в Лондоне Ввели платный въезд Несколько лет назад Это привело К таким-то Последствиям Конечно въезд уменьшился Пробки уменьшились Будут ли эти варианты Приемлемы Для Москвы Санкт-Петербурга Пока еще только Сама постановка вопроса Это не внедрение Мы понимаем И я специально сказал Что мы еще По нашему мнению К этому Не готовы К тому чтобы водить Но обсуждать Надо самые разные варианты И просчитывать Экономические Экономико-математические модели С этого конечно Надо начинать Транспортных потоков Для того чтобы что-то решить Надо сначала посчитать Потому что Это стоит Очень больших денег Тем более Если неправильное решение Будет предложено Для транспортной проблемы Неправильное строительство Не там То это будет стоить Громадных денег Понятно Ну ситуация в целом понятна Хотя сам платный въезд Это достаточно непривычный Санкт-Петербург Отдельная тема Непривычная вещь Для жителей нашей страны У нас не принято было Платить за возможность Въехать куда-то Куда раньше ездили Бесплатно Ну вот непривычные Были платные дороги Да но сейчас люди Прекрасно понимают Вопрос в другом Вопрос в другом Здесь каждый решает Сам для себя вопрос Платный въезд Это немножко странно И может быть Это не совсем приятно Потратить денег Я бы не стал Правильно наш зритель Сказал о том Что действительно Пока еще Может быть рановато Это Примерять Вот конкретно уже Что кому будет выгодно Не выгодно Пока это можно только Достаточно абстрактно обсуждать К чему это приведет Какие будут последствия На отдаленную перспективу На отдаленную перспективу Зависит от стоимости Если въезд в центр города Будет стоить 10 рублей Я думаю Что это не решит Никаких проблем Правильно вы сказали Просто это появится Некое количество денег Которые будут В каком-то В чем-то пользу Не знаю куда они пойдут Это пока Общее обсуждение На отдаленную перспективу Сейчас Два Главных Тезиса Первое Создание И развитие Транспортной инфраструктуры Второе Создание И развитие Общественного транспорта Создание Я имею ввиду Может быть Каких-то Новых систем Скоростного транспорта И развитие Существующего Действующего Метрополитена Легкого метро Мини метро Скоростной трамвай Вот эти вещи Конечно В первую очередь Но и Наземный Общественный транспорт Тоже Понимать Как можно Лучше сделать Пересечение Допустим С тем же Действующим трамваем Пересадочные узлы Какие-то С дороги Делать параллельно Скоростного Трамвая Линия Где-то По земле Где-то На эстакаде Где-то Под землю Уходить Если Не убирается И остаются Переходы Какие-то Где-то На малом Это в любом случае Вопрос Тогда Новое покрытие Делать Чтобы не затормаживали Пересекая Ну понятно Это в любом случае Требует обсуждения Я думаю Что И наши зрители Нам в какой-то степени Помогают Тем что Они высказывают И те мысли Которые Может быть Не блуждают Сегодня в куварах Организации Принимающих Такие решения У нас тем временем Еще один звонок Здравствуйте Вы в эфире Добрый вечер Добрый Александр из Москвы Очень приятно Александр Слушаем Можно ли узнать Когда планируется Улучшить транспортную ситуацию В районе метро Юго-Западное Как и в какие сроки Приблизительно А что вы имеете ввиду Под улучшением Транспортной ситуации В районе метро Юго-Западное Что у вас Жуткие пробки Там разворачивается Автобус перекрывает Проспект Вернадского Все движение стоит Очень тяжело ехать Вы совершенно правильно Отметили Это очень сложное Просто там еще Торговые Какие-то площади Рынки И транспортно-пересадочный Узел Потому что Конечная станция Метро И действительно Решить там будет Непросто Но предполагаются Ближайшие меры По какому-то Планированию Этого узла Но конечно Решить можно Только строительством Дублера Ленинградского Проспекта Ленинградского Это Юго-Запад Ленинградского Проспекта На Юго-Западе Совершенно верно И Сделать так Чтобы Вот эти Развязки Которые Перейдут на Дублер Они снимали Часть Транспортного потока Который сейчас И по Вернадскому И как раз Мимо Повернадского По Ленинградскому Проспекту И Только таким способом Можно будет К сожалению Это не быстрое решение Ну понятно На быстрое решение Мы уже поняли Что в случае с дорожной ситуацией Рассчитывать не приходится Вопрос Еще один Да Ну и может быть Еще вариант Это строительство Солнцевской линии Метро Которая все-таки Снимет часть Пересадочной нагрузки На этот транспорт На Юго-Западной И на метро Будут ехать дальше До Солнцева А не Выходить и пересаживаться На автобусы В какой-то степени Но здесь мы Поднимаем еще один вопрос Да Потому что Люди разрабатывающие Генеральный план Планирующие Как улучшить ситуацию Ну не в Москве А вообще На дорогах И люди Которые сейчас По этим дорогам Ездят на собственных Автомобилях Они может быть Не совсем одинаково Понимают Что такое Улучшить транспортную ситуацию В идеале Все водители автомобиля Владельцы автомобиля Думают Что улучшить транспортную ситуацию Это значит Что машины будут ездить Безостановочно Я на своей машине Могу ездить где угодно И как угодно Это будет гораздо быстрее Люди Которые планируют Предполагают Что часть из этих людей Ездящих на автомобиле Пересядет с автомобиля На метро На общественный транспорт На скоростные трамваи На что угодно Но не на автомобиль Во всяком случае Автомобиль Не будут использовать В ежедневном режиме Вот такие две Полярные точки зрения Существуют Ну не полярные Скажем тогда Средняя точка Точка зрения будет Потому что Будет развиваться И то и другое То есть С одной стороны Конечно Будут развиваться Скоростные магистрали То есть Четвертое транспортное кольцо Дублеры Основных магистралей Ленинского Ленинградского Других основных Въездных магистралей До третьего Транспортного кольца Хордовые Скоростные магистрали Северные И южные Которые смогут Помочь Пересекать Автомобилистам Город Такого В хордовом направлении Это развитие Скоростного транспорта И транспортно-пересадочные Узлы Которые все-таки Позволят Пересесть Личного автотранспорта На общественный Оставив машину На охраняемой Там платной Или бесплатной Парковки Это уже Бесплатная Сейчас слово Реже и реже Встречающееся В городе Что касается Автомобилей Бесплатные парковки Это уже наверное Из области Совершенной фантастики Если действительно Мы хотим Стимулировать людей Пересаживаться На общественный транспорт Тогда конечно И позволяет И возможность Этого места Позволяет Поставить Такую Многоярусную Парковку То есть Город Специально Ставит задачу Чтобы Все-таки В этом месте Оставляли машину Стимулировать К этому Возможно Может быть И так Если говорить Про нынешнюю ситуацию По идее Где-то На проспекте Мира Перед Крестовским мостом Должна появиться Такая парковка И заработать Там сразу Несколько Скоростных линий Трамваев Чего-то еще Но вряд ли Это можно успеть Быстрее Построить Расширный Путепровод С развязкой Вот момент Принятия решения Для многих Как это я пересяду На общественный транспорт Зачем Почему Это будет По мнению Организаторов Разработчиков Этого плана Это будет Добровольное решение Скажем так Просто человек Понимает свои преимущества Или это будет Что-то из серии Просто от безысходности Не получается уже Ездить на машине Придется пересаживаться Конечно Все-таки Безысходность Стимулирует Понятно Что в своем автомобиле Ехать комфортно Но все-таки Если мы По тем или иным Соображениям Ну В силу Исторических Достоятельных Особенностей Ну не сможем Центр города Все-таки В центре города В пределах Третьего транспортного Кольца Таких вот Автомагистралей Строиться не будет Где-то Туннели будут Где-то Как-то все-таки Улучшаться будут Развязки Но понятно Что по историческому Центру города Мы не будем Строить Магистраль Которая будет Сверху проходить Поэтому все-таки Надо В тех местах Где это возможно Строить Вот эти транспортно-пересадочные Узлы О которых мы говорим И стимулирует Людей Оставлять Там транспорт То есть Если мы построим Хорошо действующий Общественный транспорт Будет ли это Линия метрополитена Будет ли это Какие-то Комфортабельные Автобусы Которые будут Довозить По выделенным Линиям Для общественного Транспорта Если линия Выделена Если Имеется Штраф За нарушение За занятие Линии Если все Отслеживается Значит Общественный транспорт Пойдет Быстрее Будет доставлять В приоритете А появится Стимул Для того Чтобы все-таки Не стоять в пробке А пересесть На общественный транспорт Потому что В некоторых случаях Мы не сможем Расширить магистраль В историческом центре Понятно Откровенно зато Что транспортные проблемы Будут решаться В том числе За счет того Что многие из тех Кто сегодня ездит На автомобилях Каждый день Пересядут И сделают выбор В пользу Общественного транспорта Просто не смогут Больше находиться В такой ситуации Мы понимаем Что в центре города Мы не сможем Разрушить И расширить И строительский центр Все Хорошо это или плохо Но последние преобразования Были сделаны Генеральным планом В 30-е годы Расширена Там Тверская улица Хорошо это или плохо Это уже Как говорится Можно судить По вкусам Или историкам Это было сделано Но все равно Исторический центр Остается Он останется И в историческом центре Мы большего Сделать не сможем Сможем конечно Сделать парковки Под той же Тверской улицей Это будет следующий этап Сможем сделать движение Бессветофорным Расширять мы ее не сможем Сможем сделать развязку На Пушкинской Но больше Все равно не сделаешь Понятно Ну хорошо Я напомню нашим зрителям Что с недавних пор У нас теперь В прямом эфире Есть возможность Отправить вопрос Со своего мобильного телефона Для того чтобы Отправить этот вопрос Гостям нашей студии Пришлите смс сообщение В тексте которого Содержатся первые две буквы А и П Пробел Ну и дальше собственно вопрос В России Это отправляется На номер 55 В Украине на 46-47 И в Казахстане на 70-99 Естественно нужно предупредить Что услуга это платная Подробности о стоимости Можно узнать Либо на нашем сайте Тройное W Autoplast.tv.com Либо у вашего оператора Сотовой связи Ну а пока к нам Приходят сообщения Вот тут нам Зрители из Калуги Подсказывают Что за МКАДом Тоже есть жизнь В принципе Мы об этом сейчас и говорим Просто когда мы обсуждаем С Иваном Новицким Депутатом Московской городской думы План реконструкции Города Москвы Мы говорим о конкретике Происходящей в нашем городе В нашем городе Ну именно вот Городе Москве Но мы говорим Не только о Москве Да мы сейчас не говорим о том Что давайте решим Транспортные проблемы в Москве Ну может быть Санкт-Петербург А остальные пусть решают Как хотят Мы говорим о том Что сейчас Москва, Санкт-Петербург Пожалуй самых два проблемных Таких вот региона нашего города Ну нашей страны В которых вот эти Транспортные проблемы Видны больше всего И год за годом И Калужская область Да и многие другие области Будут приходить к тому Что тоже нужно решать Будут эти транспортные проблемы Несколько Это нужно решать уже сейчас Уже сейчас нужно планировать Потому что транспортные проблемы И Москвы, и Петербург, и других Облах не решаются без того, чтобы решать это все по всей России. Потому что транспортная проблема Москвы не будет решаться без строительства центральной кольцевой автодороги, которая по территории Московской области будет в объезд направлять грузовые транспортные потоки, которые сейчас идут прямиком через Московский транспортный узел по коридорам с запада на восток, с севера запада от Санкт-Петербурга на юг, на юго-запад. И все равно все это идет сейчас на МКАД, Московский кольцевой автодорогой. И все равно это все создает потоки фактически в Москве уже транспортные. Поэтому все логистические схемы будут развиваться и будут решаться проблемы только если мы решим их в конечном итоге по всей России. И строительство автомагистрали до Калуги от Москвы. Насколько мы знаем, там все-таки улучшается дорога. Она построена, расширяется, улучшена. Это будет тоже и в Москве решать, и для москвичей, и для всех жителей. Потому что практика показывает, в той же Германии, в той же Соединенных Штатах, только когда все это было создано по всей стране, трассы, автодорог, ситуация как-то стала улучшаться. Ну, тоже как-то, потому что и в Германии тоже есть пробки. Единственное, что эти пробки немножко более, скажем так, предсказуемы. Но это еще и вопрос культуры вождения, если мы сейчас будем обсуждать. И этот вопрос, наверное, никогда не дойдем даже до середины того, что еще предстоит обсудить. Были такие проекты решения транспортных проблем, как перенос многих, скажем так, перенос сезонности по времени суток миграции жителей города в центр на работу и в область домой. То есть, предлагалось решить часть транспортных проблем за счет того, что рассредоточить деловой центр по периферийным каким-то бизнес-районам. Чтобы не все с утра ехали в Москву, вечером в центр, и вечером все ехали обратно. Это как раз одна из тем генерального плана. То есть, решение транспортной проблемы путем общей схемы размещения и жилья, и мест приложения труда, производственных зон, бизнес-центров по территории города. И просчеты такие обязательно должны быть. Ну, а если разводить потоки по времени, то это еще, исходя из общественного транспорта, делалось и в советские времена, пыталось разносить время начала работы, там не только в 9, но, допустим, в 8, 9 и 10 как-то пытаться это разнести, для того, чтобы меньше был загружен общественный транспорт. Но это касается, конечно, и транспорта в регистралии, но это не так просто. Начало рабочего дня – это не решение проблем, потому что он начинается у многих в достаточно разное время. Сейчас не все работают в государственных организациях, есть люди, которые работают и в частном секторе. И так мы видим, что пробки, они начинаются, и они не начинаются в 8, не заканчиваются в 9. Они начинаются и длятся, ну, уже, наверное, где-то до обеда, если не позже, до пробки в сторону центра. Поэтому, наверное, не решение проблемы 100%. Единственное, что, наверное, можно еще здесь как вариант рассмотреть, организациям, большим каким-то холдингам, большим корпорациям, может быть, как-то решать тогда проблему расселения своих сотрудников. Ну, во всяком случае, ограничение офисного строительства в центре города – это тоже один из путей решения проблемы. Это такая политика сейчас не будет. Ну, это ограничение того, что уже есть, но и того, что есть уже немало. Того, что будет. Ну, уже того, что есть по офисам, уже немало. Те офисы, которые есть, как-то планируется их перенос? Ну, во всяком случае, строительство Москва-Сити, хотя это уж не такая уж, конечно, периферия, и там свои транспортные проблемы, но все-таки она была призвана разгрузить самый центр города, для того, чтобы переместить это все к месту, где возможно построить транспортные развязки. Строится третье и четвертое транспортное кольцо, строится, будет строиться. Дублер Кутузовского проспекта, и хотя там строительство тоже громадное, и Сити, и Большой Сити, и все это нужно тоже считать, но строится и Звенигородский проспект на Варижский в сторону туда, туннели, эстакады, все это, конечно, должно способствовать некоторой разгрузке центра города. Понятно. Ну, я думаю, что мы будем иметь возможность убедиться в том, что из этого работает, что не работает, к сожалению, только в какие-то ближайшие годы, когда поймем, насколько все это... Ну, пока не успевает, пока, как вы правильно сказали в начале беседы, увеличение количества автомобилей, оно превышает увеличение количества автомагистралей. Ну, это да, я думаю, что эта ситуация вряд ли когда-то переломится кардинально. Переломится, конечно. Переломится? Нет, ну, естественно, все-таки рост количества жителей в Москве, хоть он и есть, но он не такой, как рост количества автомобилей сейчас. И когда-то наступит насыщение, сейчас у нас где-то 300, да, на автомобиле, там, на тысячу. Ну, будет больше, да. Будет больше, но все равно, как показывает, предел в два раза больше будет, но потом уже все это останавливается. Рост жителей крупных городов, он происходит не совсем естественным образом, это не размножение, прошу прощения за подробности, а это в том числе за счет приезда из других регионов. Когда мы говорим о том, что нельзя решить проблему больших городов, это в том числе о том, что надо уровень жизни поднимать в других регионах, чтобы люди просто, ну, не то, что они переезжали в другие города большие, а чтобы они не бежали из своих городов от того, что здесь совершенно ждать нечего. Я не знаю, насколько подходит такой вариант для нашей страны, но в странах с более теплым климатом, в том числе и велосипеды, рассматривались как способ решения какой-то транспортной проблемы. Для нас это очень сезонно, это буквально летом. Да, очень правильно высказали. Вы спрашивали периодически про велосипедный транспорт, потому что сейчас он в роли такого изгоя в городе. На тротуарах он чужой, на дороге, естественно, тоже нет. Совершенно правильно вы сказали, но и в странах с не лучшим климатом, я имею в виду скандинавские страны, велосипед очень даже развит. Если кто бывал в Стокгольме, то велосипедные дорожки, то же самое и Хельсинки, но в этом плане Стокгольм очень. Но у нас не планируется появление чего-то подобного? На эту тему думают, но думают, как это все уместить в нынешний. Тогда все-таки это развивалось, опять же, исходя из многолетней, многодесятилетней культуры развития велосипедного транспорта. У нас изначально это не было заложено, не планировалось, хотя сейчас, конечно, это нужно обязательно учитывать. И с точки зрения здорового образа жизни, с точки зрения такой физической культуры, я думаю, что вот где-то вдоль парковых зон, там где-то возможно, такие... Но не как альтернатива транспорту, либо личному, либо общественному, чтобы осмотрелась дорога в офис. Я думаю, что развивать максимально это нужно, чтобы хоть кто-то это использовал. Но пока у нас сейчас все-таки такая культура не выработана. Ну, серьезно как бы не рассматриваться как решение? Рассматривать надо, но я думаю, что это, конечно, не такой большой вклад будет в решение проблемы, потому что еще надо изменять и культуру отношения к этому велотранспорту. Допустим, мы видим у многих станций метро в Стокгольме, когда приезжают на велосипеде, велосипед оставляют, садятся на общественный транспорт. То есть, там такое сочетание вот этих вещей, оно очень хорошее. Ну, еще нам задают вопрос зрители по поводу того, насколько эффективны эти меры, может быть, не в плане того, что они задуманы изначально, как нереальные, а именно в том плане, что мы принимаем какие-то решения, которые признаны в том числе и облегчить дорожную ситуацию. А выполняются ли эти решения? И вопрос этот связан, в первую очередь, с мигалками. Вот было принято решение ограничить количество мигалок. Оно сократилось многократно, да? То есть, их стало там гораздо меньше. Как вот вы считаете, удалось добиться реального сокращения? Или до сих пор ездят... Ну, реальное сокращение произошло. Произошло. Конечно. Вот сейчас количество вот этих вот автомобилей со спецсигналами, оно соответствует запланированному или все-таки чуть больше? Ну, насколько я понимаю, я тут не прямой специалист, не работаю в ГИБДД и не могу это точно отсечь, но, по моему наблюдению, уменьшилось. Стало меньше. Меньше стало, да. Ну, хорошо. То есть, при этом можно рассматривать. Другое дело, есть магистрали, на которых их практически не стало меньше, допустим, там на Кутузовском, да? Ну, понятно, там действительно правительственная трасса. На западе, на юго-западе, Москва, да. Но если распределить на весь город, конечно, стало поменьше. Некоторые районы города забыли, что такое автомобиль с мигалками, ну, если только не милиция, а не скорая помощь. В принципе, это отчасти хорошо, это отчасти решает транспортные проблемы. О чем еще хотелось поговорить? Это о бюджете. Вот сейчас запланирован этот план, запланирован он неким таким рациональным способом, чтобы на возможные деньги, на те, которые, возможно, удастся добиться в этот бюджет, решить как можно больше проблем. То есть, это все-таки некий компромисс между реальными потребностями и возможностями финансовыми. По прошлому генеральному плану мы с вами вот в самом начале программы говорили, что план предполагал одно инвестиции, ну, как бы один бюджет, и потом этот бюджет резко урезали, поэтому строительство пошло гораздо более медленными темпами. Сейчас, говоря про новый план, не предполагаете ситуации, что запланированный бюджет, он опять будет урезан, и опять все это останется в большей степени словами? Сейчас уже все-таки законодательная база и федеральная, и московская больше создана. И сейчас действительно появляется возможность для более длительного планирования до трехлетнего планирования и федерального бюджета, и московских плановых схем по московскому бюджетному процессу. Поэтому все это, конечно, приобретает более такой системный характер. Можем в более дальнюю перспективу смотреть уже, исходя из финансовых средств. Хотя, конечно, их меньше, чем надо было бы. Потому что мы говорим, что, допустим, для транспортного строительства надо бы 100 миллиардов рублей, но сейчас где-то 60-70 выделяется. Ну, вот хорошо бы, то есть можно и нужно было бы осваивать столько, для того, чтобы хоть как-то поддерживать. Поддерживать или улучшать? Ну, поддерживать, потом улучшать. Просто тоже разговор был о бюджете, который необходим на улучшение дорожно-транспортной обстановки. И говорили о том, что у нас в стране, в целом, не по городу, а по стране, на строительство и на улучшение дорог денег тратится меньше, чем нужно, чтобы они хотя бы обставались в том же состоянии. Ну, может, где-то это и справедливо для каких-то мест. Потому что все-таки город-мегаполис большой, транспортная ситуация разная. Опять же, я говорил и про московское, и про областное, и про федеральное финансирование. Нужно это очень четко сопрягать, потому что, опять же, мы понимаем, что мы построим сейчас до МКАДа дорогу, допустим, дальше, опять же, бутылочные горлышко сужения. Надо ждать, пока областные средства дойдут, надо ждать, пока федеральная трасса дойдет. Ну, все, естественно, понимают, и, естественно, в области над этим тоже работают. И федеральные средства тратятся. Нужно, чтобы все это сопрягалось и все это решалось, ну, как бы, согласованно. Потому что, если, допустим, мы в одном месте построим нашу московскую магистраль, а, допустим, областная пойдет в другом месте, то, опять же, проблема все равно не решится. Естественно. Надо в одном месте свести, хотя бы в одном месте эту проблему решить. Потом перейти к следующей развязке, ее там решить. Понятно. Не так, в общем, привычно у нас говорить по поводу инвестирования в дорожное строительство, но в последнее время зашел разговор о том, что возможный вариант решения проблемы – это и частные инвесторы при дорожном строительстве. Правда, не совсем понятно, какой интерес должен быть у частных инвесторов вкладывать деньги в асфальт, в дороги. Ну, два варианта интереса. Вот мы говорили, с вами же встречались, когда у нас присутствовал еще господин Лип из Штрассенхаузен, который рассказывал о том, что это есть и такой вариант. Как, кстати, его проект поживает? Вот буквально сегодня первый заместитель. Мэра руководителя коммунистического поляда Красляк подписал протокол рабочей группы, в котором поручается уже разработать градостроительное обоснование первого этапа этого проекта, так называемого, Баварской мили в Южном округе, для того, чтобы уже конкретно привязать его к существующей инфраструктуре. То есть обоснование признано целесообразным, такой проект внедрять, пока на уровне рабочей группы. Дальше надо посмотреть, как это можно привязать к территории. То есть это будет некий пробный шар просто? Окончательного решения еще нет. Это пока будет пробный шаг. Но там инвестиционное обоснование заключается в том, что подэстокадное пространство используется для гаражей, паркингов, офисов, может быть, каких-то производственных помещений. И окружающее пространство тоже, исходя, опять же, из градостроительных норм и правил, может и застраиваться, и облагораживаться с точки зрения экологического. Я думаю, что в нынешней ситуации, когда мы говорим о том, что все-таки все это упирается в конечном счете в деньги, которые город готов выделить на эти средства, это не самый плохой вариант, когда городу на строительство таких решений не нужно никаких денег тратить, получается так. Но пока город все-таки должен потратить на градостроительное обоснование, потому что прежде чем принимать решение, нужно посмотреть, как все это будет вписываться в окружающее пространство. Потому что, допустим, с одной стороны, там жилой микрорайон запланирован, с другой стороны, пока промзона, как она дальше будет развиваться, промзона Котлякова, еще нет плана. Но прежде чем принимать окончательные решения, конечно, нужно весь взгляд плана окружающей территории посмотреть и решить, что из этого выйдет. Все будет смотреться. Хорошо. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы нам звоните? Алло, здравствуйте. А как вы зовут? Не хотел я вас поставить этим вопросом в тупик. У нас, видимо, проблемы какие-то на связи. Алло, алло. Алло, да. Мы вас слушаем. Алло, слушаем вас, говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Михаил Владимирович звонит. Здравствуйте. Очень приятно, Михаил, слушаем вас. Вот я частенько езжу в Москву. Вот я частенько езжу в Москву. И вот меня интересует вопрос в Балашихе. Неужели нельзя как-то сделать объезд этой Балашихе? Постоянные пробки, день и ночь. Можно и нужно. Прекрасно представляет участок дороги. Спасибо за вопрос. Планируется дублер Горьковского шоссе, планируется строительство в районе шоссе энтузиастов выхода, там развязок новых. И вот буквально недавно обсуждалось транспортно-пересадочный узел Выхина. Туда как раз должна выходить тоже и одна из входящих трасс, которая будет иметь продолжение на Ногинск. Так что это планируется решение транспортной проблемы и в Москве, и в области, и как федеральная трасса. Выходит на проектно-изыскаческие работы. Сейчас, конечно, там ситуация редкостная. Без сомнения. По личному опыту знаю, я там рассматривал вариант жить там недалеко от Москвы, 10 километров от МКАДа, на берегу Медвежье озеро. Очень интересные условия, все это очень здорово и замечательно. Единственный вопрос, который меня срубил на повал, это вопрос, а как вы обычно, сколько вы добираетесь, ну, не до Москвы, скажем так, до МКАДа? Это 10 километров дорога по Щелковскому шоссе. На что ответ был, ну, где-то часа два. Да, понимаем, если бы это был... Объезды какие? По Ярославке можно попробовать, где на тот момент все не так хорошо. По Горьковскому, что тоже очень плохо. То есть сейчас, по сути, получается, это проблемная зона. Если бы это было одно место, как мы понимаем, тогда бы, наверное, все бы силами взялись и решили. Но это не единственная проблема. У нас десятки вот таких пересечений с кольцевой автодорогой, с МКАДом, в которых нужно также решать. Ну, вот сейчас... Что-то нужно делать, в общем. С Ленинградкой расширяют и будут строить дублер. Также и в других местах тоже. Ну, вот Звенигородское, да. До выхода на четвертое транспортное кольцо, которое еще нужно построить будет. Ну, это да. Я напомню, прошу прощения, что вас перебиваю. Напомню нашим зрителям, что можно задавать вопросы не только по телефону, но и принять участие в СМС-вопросах. Вы можете прислать свои СМС-сообщения. В тексте письма должны быть буквы А и П, что можно расшифровать, наверное, как канал Автоплюс, да. И дальше свой текст вопроса. Ну, и СМС-сообщение мы присылаем на такие номера. Если вы отправляете его из России, то это 55, две семерки. Из Украины 46, 47. Из Казахстана 70, 99. Ну, надо напомнить, что услуга эта платная и о стоимости ее можно узнать либо на нашем сайте, либо у своего сотового оператора по поводу этой услуги. У нас один из наших зрителей нам неоднократно задал вопрос по поводу того, что будет с этим проектом. Это у Сергея Дубовицкий, который спрашивает нас по поводу того, как вообще эти будут развиваться платные дороги, Штрассенхаузен. Потому что не совсем понятно, как интегрируется такая система в существующую сейчас дорожную обстановку. Не будет ли это выглядеть, скажем так, не будет ли проблем при переходе с обычных традиционных для нас дорог на вот эти вот дороги, про которые мы говорим. Мы правильно задали вопрос, сейчас как раз очень детально просчитываются. Ну, это не я, это наш Сергей Дубовицкий. И разработчики тоже такие вопросы задают, просчитываются варианты вот этих развязок для того, чтобы переходить с наземного уровня на повышенный уровень. И все это достаточно хорошо просчитывается. Другое дело, что для того, чтобы получить эффект, нужно построить достаточно длительную магистраль. Вот та Баварская миля, которая как пилотный проект, она планируется как часть автодороги до аэропорта Домодидова. То есть это дублер Варшавского шоссе, но будет еще, наверное, и другой дублер, в том числе и грузовых автомобилей, потому что Трассенхаус применим только для легкового транспорта, потому что это на эстакаде, на легкой эстакаде. Ну да, все-таки грузоподъемность какая-то. Есть грузоподъемность и ограничения, но грузовой автотранспорт будет двигаться по другим магистралям. И самое главное, еще принцип для того, чтобы сделать достаточно быстрое движение, надо разделять легковой и грузовой автотранспорт. Либо делать широкую. У нас не раз, а не два уже шел разговор о том, что грузовой автотранспорт в черте города, это вообще не самая нормальная ситуация. У нас до сих пор достаточно много складских и торговых помещений, таких оптовых, находятся в центре города. Это правильно, выносить их надо, но все равно какая-то будет градация. По идее, какой-то коммунальный транспорт должен остаться. Какой транспорт будет доезжать в пределах третьего кольца, сейчас в пределах садового кольца, самые строгие ограничения. Какие-то в пределах третьего транспортного кольца, какие-то в пределах МКАД. Говоря даже не про МКАД, не про Москву, вспоминая вопрос предложения нашего зрителя, вспомни, что жизнь за МКАДом тоже есть. Черта города, на мой взгляд, это вообще последний рубеж, за который уже не проезжают большегрузные автомобили. Это система пригородных каких-то оптовых складов, баз, перегрузочных станций. Вы правильно же сказали, если только скоростная магистраль не проходит через городскую черту. Бывают такие, конечно, ситуации. У нас это сплошь и рядом. У нас, если поехать по какой-то трассе, ты понимаешь, что едешь по трассе, въезжаешь в город, едешь по светофорам. Я имею в виду не по светофорам, а скоростная автомагистраль. Скоростная автомагистраль над чертой города, как-то там, если... Над городом, да. Ну, это не самый плохой вариант, конечно же, да. Это не... Я не думаю, что это можно считать так, что грузовой транспорт едет в городе. Да. Он едет сквозь этот город. Да. Как бы на западе таких примеров больше. Именно об этом я и говорю. Проезжает город, и пассажиры машины могут даже не заметить, что они это через год пробрались. Есть еще одно предложение от нашего зрителя из Москвы. Решение транспортного вопроса. Он предлагает штрафовать гаишников за создание пробок. Вот такой вот вопрос. В принципе, я понимаю, что это скорее эмоциональный вопрос, чем такой рациональный. Но, тем не менее... Юрий Михайлович Лужков очень строго ставил вопрос по поводу работы ГИБДД, когда время работы по данной конкретной аварии. Тут, конечно, нужно очень четко действительно работы отрабатывать, фиксировать и сразу разводить машины, потому что мы понимаем, что тут действительно зависит от четкости работы специй. Это вопрос, как к оформлению аварии, потому что сейчас оформление аварии происходит в городе... Ну, я бы сказал, если можно представить себе эталон отвратительного оформления аварии, то вот сейчас такая ситуация есть. Когда человек, попавший в аварию, в легкое ДТП, слава богу, без жертвы, звонит и задает вопрос о том, когда же мне ждать? Ждите. У вас все нормально, вы не пострадали, поэтому к вам когда-нибудь приедут. В какие-то загруженные ситуации, ну, в пиковые ситуации, это может быть не час, не два, не три, не четыре и даже не пять. Вот именно об этом мы и говорили. При этом, при этом, какие-то сотрудники ДПС ГИБДД ездят по городу, проезжают мимо этих аварий, своими делами занятые. Да, и они склонен рассматривать их как тунеядцев. У них наверняка есть какая-то своя задача. Но, тем не менее, как-то нужно, наверное, это адекватно решать. Четкая организационная система, схема для того, чтобы это все решалось. Москва готова обеспечивать все необходимые технические условия, обеспечивание транспортом, средствами связи. Все это Москва готова максимально задействовать. Автоматизированные системы управления, отслеживание всех этих аварий через видеокамеры, систему с центрального пульта и с местных локальных, может быть, пультов. Все это отслеживаем. Москва готова все это сделать максимально. Дальше уже внутренняя организация работы федеральной службы, к которой все-таки относятся... Может быть, те изменения, про которые недавно говорили в законе об ОСАГО, что повреждения до определенной суммы можно будет оформлять без вызова сотрудников. Совершенно верно. Может быть, это отчасти решит проблему, потому что из-за трехкопеечной поломки люди не будут стоять часами ждать. Они понимают, что можно оформить бумаги, разъехаться, а не создавать проблем ни себе, ни окружающим. Потому что есть же такие аварии, которые полностью перекрывают движение. Потому что они в каком-то узком месте все занято. Ну, конечно, вроде бы только друг друга поцарапали, да? Да, только поцарапали ущербы на 50 долларов, например. И из-за этого у всех остальных ущерб, наверное, больше. Кто-то опоздал, кто-то там что-то еще. В итоге мы говорим о колоссальном ущербе для города, наверное, в целом. Ну, к нам приходят вопросы, помимо того, что мы обсуждаем, к нам приходят вопросы и про автомобили. Но я хотел бы попросить зрителей. У нас есть специальные программы с людьми, которые приходят к нам обсуждать автомобили. Самый, наверное, известный вам из них человек – это Олег Дацкиев, который в скором времени к нам придет. И мы с ним поговорим про автомобили. Там как раз и обсудим, что у нас с автомобилями происходит. И какие изменения, какие тесты, какие новинки, и что у нас еще будет. Ну, а пока продолжим. У нас не так много времени осталось до конца программы. Всего около 10 минут. Что еще? Готов отвечать на самые... Ну, я бы этот вопрос тогда задавал бы, не видя вопроса, да? А что еще такого, что мы не обсудили из области генерального плана, о чем бы еще стоило сказать сейчас? Что бы еще стоило отметить? Ну, я бы все-таки напомнил про развитие общественного транспорта. Потому что все-таки и метрополитен, новые линии, и введение схем общественного транспорта, которые могли бы все-таки удовлетворять жителей и окраинных районов. Здесь тоже много над чем нужно поработать. Потому что при строительстве новых районов часто бывает, что общественный транспорт недостаточно хорошо развит. Это обязательно нужно делать. Ну, и, конечно, если он наземный общественный транспорт, то он попадает в те же самые пробки. Конечно, тоже возникают проблемы. Но, тем не менее, все эти транспортные схемы нужно хорошо просчитывать. Выделять отдельные полосы для общественного транспорта. Для того, чтобы, как это уже принято во многих других городах, приоритет у этого общественного транспорта был. Ну, я бы сказал, даже пока не в городах, наверное, к сожалению, а в странах. Приоритет есть, а у нас пока приоритета нет. У нас автомобильный поток движется там, куда технически способен залезть. Если там трамвайные пути не слишком высоко над дорогой, то автомобили переползают туда и двигаются там. Ну, можно, конечно, сетовать на культуру вождения. Конечно, можно сетовать. Но когда человек находится в непредсказуемой пробке. Пробки бывают не просто медленные движения, а когда люди выходят из машин, начинают обмениваться телефонами, курить сигареты, потому что все просто встало. Из-за того, что там какая-то маленькая авария, кто-то кого-то поцарапал, кто-то еще что-то сделал. Но предлагая водителям пересесть на общественный транспорт, мне кажется, не стоит забывать еще об этой такой вещи, не самой очевидной. Это культура поведения в общественном транспорте. Я периодически спускаюсь в общественный транспорт именно тогда, когда нужно попасть где-то в центре города. Я понимаю, что у меня нет на это полутора часов, у меня есть на это 15 минут. Нужно быстро доехать. Конечно, очень много шокирующих примеров. Это какая-то волна агрессии, волна недружелюбия людей друг к другу. Я уже не знаю, за что люди сегодня должны мстить соседям своим по вагону метро, по автобусу или почему-то еще. Но, конечно, это еще такой вопрос. Вопрос небезопасности, например, передвижения в таком транспорте, какие-то хулиганы, какие-то не совсем трезвые люди, что-то еще такое. Поэтому для многих машина это не только более быстрый или более комфортный способ идти, а еще более безопасная возможность. Ты сидишь у себя в своем климате, в своем микромире, и, в общем, никто тебя здесь не трогает. Поэтому, как мы в самом начале говорили, что нельзя решать эту проблему каким-то одним путем. Это надо решать комплексом. Причем комплекс, я думаю, настолько широкий, что всего мы даже обсудить не можем. Ну, вот зрители из Смоленской области спрашивают, как бы хорошо, в Москве пробку не разогнать, стоять не вечно. Ну, я думаю, что это может быть даже не констатация. То есть в Москве пробки разогнать не получится, считает зритель, правда, из Смоленской области. Наверное, да, оттуда наши пробки выглядят совсем катастрофически, особенно вот такие в предновогодние ситуации. Но, опять же, мы же говорили о том, что эти пробки будут решаться не только за счет расширения дорог, но и за счет того, что какая-то часть пересядет на общественный транспорт. Что-то еще, кроме общественного транспорта, что еще можно сказать из тех вещей, которые мы не обсудили про генеральный план? Ну, наверное, все-таки координация общей схемы транспортного развития. Вы имеете в виду между субъектами Федерации и использование еще и железнодорожного транспорта. Вот этого мы не коснулись, хотя, в общем, говорили, потому что очень важно еще включить как скоростной в Леуничный транспорт, это железные дороги, которые пока еще недостаточно обеспечивают. Это и малое кольцо железной дороги в Москве, введение пассажирского движения. Это и введение диаметральных сообщений через вокзалы, уже действующие в Москве, строительство туннелей специальных, по которым дальше железнодорожный транспорт может проходить, строительство дополнительных путей. И вот это тоже поможет еще. Но это, опять же, мы говорим про общественный транспорт, все-таки железные дороги. Но все равно это один из вариантов решения транспортной проблемы в целом. И один из вариантов таких, когда можно быстро добраться из одного конца города в другую. В самом начале программы мы выяснили, что план генеральный еще пока не принят. Он находится сейчас в стадии обсуждения, в стадии принятия решения. Да, он обсуждался на правительстве Москвы, и сейчас мэр поручил доработку генерального плана, для того, чтобы можно было учесть все аспекты, в том числе и гаражное строительство. Как одну из актуальнейших проблем. То есть, те доработки, которые внесу до мэр, это гаражное строительство? Ну, это просто обсуждение, которое было не только. Там было много вопросов, которые задавались, провозглашались на правительство. Но в том числе и гаражное строительство, про которое обязательно нужно не забывать. Потому что, если мы убираем автомобили с улиц и дворов, то все-таки... Но куда-то их должны девать? Должны девать, и легче становится ездить. А это не так давно, но больше года назад, во всяком случае, появилась в газетах такая информация, что в ближайшее время в Москве бесплатно нельзя будет поставить автомобиль абсолютно нигде. Нет, такого не будет. Потому что предложения такие в законе о стоянках-парковках были. Но мы пообсуждали это все и отправили закон о доработке уже в городской думе. То есть, надо дифференцировать все по местам. В центре города, скорее всего, может быть, и будет правдой. Дифференцировать, опять же, создавать сначала условия, а потом запрещать. Потом уже да. Потом уже запрещать. Хотя, конечно, где-то, где нельзя парковаться, нужно действительно отслеживать. Особенно там, где-то мешает движение остальных участников, остальных жителей города. Печально, когда автомобиль эвакуируется с неположенного места, но... Ну, это весьма неприятно, наверное. Неприятно очень, да, но... Хорошо, на доработку этот закон или законопроект отправлен. Когда ожидается, что он будет принят? По стоянкам-парковкам на территории города? Нет, вообще по развитию города. По генеральному плану развития города Москвы где-то через год. Потому что по тем задачам, которые были поставлены правительством Москвы, к лету следующего года генплан должен быть доработан и внесен в Московскую городскую думу уже для официального обсуждения как закон города Москвы. Соответственно, в конце 2008 года этот генеральный план будет так или иначе принят. Вы ожидаете там каких-то больших изменений? По сравнению с тем, что сейчас... Помимо того, что мы с вами обсуждали, нет. Другое дело, что происходит работа над теми или иными территориями города, над проектами планировки, проектами детальной планировки. И по мере вот такой детализации выявляются те моменты, которые будут... Узкие места. Да, узкие места. Но поскольку сейчас есть план центрального округа, будут актуализированные планы всех административных округов Москвы. И это все позволит более детально представлять, проводить обсуждения с жителями города, и обсуждения в целом, и обсуждения по территориям, где можно как раз достаточно подробно узнать, высказать свои предложения по развитию генерального плана, для того, чтобы все эти проблемы были в генеральный план включены. Вот как мы сейчас с вами обсуждаем, вопросы возникают. Это все можно еще продумать. Хорошо. Ну и, наверное, самый важный вопрос для всех. Принят так или иначе, этот закон будет ориентировочный к концу следующего года. Когда начнется выполнение этого закона? Ну, как бы реализация тех моментов, которые там заложены. Это достаточно короткий вопрос. У нас осталось уже... Мы говорим о актуализации генплана, поэтому генплан сейчас выполняется. То есть, это не безостановочно. Это не безостановочно. Безостановочно работает безостановочно, конечно. Ну, это приятно, на самом деле. Может быть, действительно, мы сможем передвигаться по городу Москве. К сожалению, надо признать, что не только на автомобилях личных, еще и на общественном транспорте, но так или иначе это будет делать более удобно, в какой-то степени быстрее, ну и, наверное, более цивилизованно. Но, во всяком случае, слово «безысходность» должно покинуть наше транспортное движение сейчас. Ну, а на этом наша программа заканчивается. Наш прямой эфир уже подошел к концу. Я напомню, что в гостях у нас был Иван Новицкий, депутат Московской городской думы. И мы обсуждали генеральный план развития города Москвы до 2025 года. Но, естественно, мы говорили не только про Москву, но и про все те города, которым так или иначе скоро придется решать свои транспортные проблемы. Ну, и на этом все. До свидания. Спасибо, что были с нами. И напомню, что самое интересное в нашем канале еще только впереди. Субтитры создавал DimaTorzok